Ответ на вопрос, который так волновал таджиков. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете то, чего все ждали. Это важное пояснение. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана объяснила повышение стоимости электроэнергии с 1 октября этого года. Причиной повышения тарифа на электроэнергию является увеличение суммы затрат на предприятиях по производству, передачи и распределению электроэнергии, удорожание горюче-смазочных материалов, электрооборудования и другое, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Отмечается, что наряду с развитием социально-экономической сферы республики из года в год увеличивается спрос на электроэнергию, что вызвало необходимость усиления мощностей по производству электроэнергии. Увеличение производственных мощностей достигается за счет строительства малых и больших электростанций, ремонта и реконструкции электростанций и существующей энергосистемы, что требует больших денежных средств, подчеркивают в ведомстве. Напоминается, что отпускная цена 1 кВт-часа электроэнергии до 30 сентября 2022 года для населения составляла 22,66 дирама с учетом НДС, а с 1 октября она будет стоить 26,51. В новом преискуранте тарифов на электроэнергию расчет месячного потребления электроэнергии населением, превышающего 10 000 кВт-часов. Разница используемого превышения от этого тарифа рассчитывается с тарифом, определенным для группы первой, для промышленных и непромышленных пользователей, говорится в сообщении. Отметим, что каждый кВт электроэнергии для промышленных и непромышленных пользователей с 1 октября составляет 60,65 дирамов. Тарифы на электричество в Таджикистане до 2016 года повышались только почетным годам, а после – на ежегодной основе. Как вы относитесь к таким ценам и к такому объяснению? Считаете ли вы его достойным? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В 2020 году правительство решило воздержаться от очередного повышения из-за сложного социально-экономического положения в стране, связанного с последствиями пандемии. В мае прошлого года для пересмотра тарифов на электричество была создана специальная межведомственная рабочая группа при антимонопольной службе. Однако тарифы не стали повышать. В марте этого года правительство приняло своим постановлением антикризисный план, которым поручалось повременить с повышением тарифов на электроэнергию, воду и отопление минимум до конца текущего года. Отложить повышение тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, тепло, воду, транспортные грузоперевозки, медицинские и образовательные услуги, говорится в антикризисном плане. Однако 31 августа постановлением правительства были утверждены новые тарифы на электроэнергию, которые были задействованы с 1 октября. Между тем, жители некоторых районов республики еще с середины сентября жалуются на отключение света в дневное время с 8 утра до 5 вечера. В барке Тачик объясняют это, как обычно, ремонтно-профилактическими работами на сетях. Как вы относитесь к тому, что повышают тарифы, еще и вводят энерголимит, который, конечно же, не признают. Своё мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!